АРМЕНИЯ Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире тысячелетние шелковицы способствуют развитию экономики тут же и в Западной Армении. Идея президента Республики Армения может быть реализована через полтора года. Это детали от архитектора. Армения избрана лидером тематического альянса инициативы поколения равенства ООН. Решение о превращении Софийского собора в мечеть отложено. Новоизбранный мэр Страсбурга снялась в фильме о геноциде, совершенном в Западной Армении. Сегодня день памяти душмана Вартана. Вартан Степанян. В провинции Чемешкезек в Танджири в Западной Армении старые тутовые деревья вносят значительный вклад в экономику региона. Среди тутовых деревьев, которые являются источником многих десертов региона, встречаются 1200-летние. Один из граждан рассказал, что продукты, которые изготавливаются благодаря этим деревьям, имеют спрос на мировом рынке. Как известно, шелковицы и душап из нашей провинции Чемешкезек очень популярны. В настоящее время у нас есть тутовые деревья разных возрастов от 300 до 1200 лет. Люди нашей провинции используют эти деревья для выгодной торговли. Шелковица способствует благосостоянию провинции. Если вокруг Тетернака Берта будет восстановлен, как изначально запланировано проектом, это означает, что легкие армянской столицы наконец вылечат. Парк общенационального единения и памяти Хай-парк у мемориального комплекса жертв иноцида против армян Тетернака Берт может быть разбит на полтора года. Архитектор Анаит Тарханян считает, что совсем несложно осуществить проект, инициированный президентом, все зависит от решения правительства страны. Ранее президент Армении Армен Царкисян выступил с идеей создания Ай-парка на территории мемориального комплекса Тетернака Берт до стадиона Раздан. По задумке парк должен охватить все 103 гектара необрабатываемой территории. По проекту первый сектор парка может состоять из частей, символизирующих города исторической родины, как Ван и Эрзрум. Между тем, Царкисян считает важным, чтобы в парке не были разбиты рестораны. Он предложил обсудить этот вопрос правительству и мэрии. Сегодня эту идею президент обсудил с архитектором Анаит Тарханян. Сама Тарханян в беседе с корреспондентом «Спутник Армении» сказала, что в свое время здесь был разбит парк, состоящий из полутора миллиона деревьев, символизирующих жертв. Полная статья доступна на нашем сайте. Армения была избрана лидером сформированного альянса технологий и инноваций в рамках кампании ООН «Поколение равенства по правам женщин». Об этом говорится в официальном сообщении МИД-эра. Предлагая свою кандидатуру на этот пост, Армения представила приоритеты правительства страны, направленные на защиту прав женщин, повышение роли женщин в политической и экономической сферах, а также достигнуты прогресса и обязательства в сфере технологий и инноваций. Работа тематического альянса технологий и инноваций будут руководствоваться выбранными лидерами тремя странами Армении, Финляндии и Тунисом в сотрудничестве с Детским фондом ООН, ЮНИСЕФ и Международным союзом электросвязи ИТУ. Один из главных символов Константинополя, Стамбула, собор Святой Софии Айя София может вскоре сменить статус музея и намечить. Многие религиозные деятели культурной организации по всему миру выступают против этого шага, считая, что памятник принадлежит всему человечеству, независимо от религии. Турецкий суд должен был внести окончательное решение по этому вопросу в четверг, однако после 17-минутного рассмотрения заявил, что гласит вердикт в течение 15 дней. BBC пишет, что 1500-летний объект всемирного наследия ЮНЕСКО изначально был собором, затем превратился в мечеть, а в 1930-м в музей. В течение многих лет исламисты страны призывали превратить его в мечеть, но светские оппозиционные группы выступили против этого. Кстати, это предложение подверглось критике как со стороны мировых духовных, так и политических лидеров. Министр культуры Греции подверг резкой критике это решение, обвинил Турцию в возрождении фанатического национализма и религиозных настроений. Жанна Барсегян, недавно избранный мэр Страсбурга, Франция, посетила Западную Армению в 2015 году и снялась во французско-немецком фильме «Путешествие в Анатолию». Фильм рассказывает историю геноцида армян и был показан по известным французским и немецким телеканалам и в кинотеатрах. Тема фильма следующая. В результате геноцида против армян те, кто оказался в разных странах мира и делится трагическими историями своих предков, путешествуют в Западную Армению на одном автобусе. Помимо Жанны Барсегян и Страсбурга в фильме также снимались Степан Гантролян, известный армянский музыкант из Берлина, Анна Саркисян, известный пластический хирург из Республики Армении и другие. Диалоги между участниками фильма и проживающими в Западной Армении турками и курдами были переведены на армянский, английский, французский, турецкий и русский. Вартан Степанян родился 9 марта 1966 года в Ереване. В 1983 году окончил городскую среднюю школу номер 32 имени Туманина. С самого детства мечтал о военной карьере и в 1984 году втайне от родственников добровольцем отправился в Афганистан, где в течение двух лет проходил службу в составе ограниченного континента советских войск. Был награжден медалью за отвагу и юбилейной медалью в честь 70-летия Вооруженных сил СССР. После демобилизации Вартан поступил на юридический факультет Ереванского госуниверситета. В 1988 году, будучи студентом четвертого курса, он добровольцем прибыл в Арцах для защиты территориальной целостности и независимости республики. В Арцахе ощущалась острая нехватка оружия, поэтому осенью 1989 года Вартан по особому заданию отправился в Москву, откуда доставил в Армению партию оружия и боеприпасов, позднее перенаправленную в армянские села, края. Вывод последних войск советских из Нагорного Карабаха и возникшая после распада СССР эскалация Карабахского конфликта побудила Стопаняна вернуться в Арцах. Здесь он принял активное участие в боях при Ходжале, Степанакерте, Малабейли, Лачине, Мартакерте, Скиране и прочих населенных пунктах. В 1989 по 1992 годы принимал участие в самообороне Идживана, Нуэмбиряна, Арарата, Вартыниса, Гуриса, Шалмянского района, Каржакана, Катрута, Ходжалы, Лесно, Малипеклу. Во время освобождения Шуши и Лачина Вартан был командиром одного из отрядов. После многих победоносных сражений 3 июля 1992 года около села Миришен в Мартунинском районе Арцаха погиб один из лучших сынов армянского народа Душман Вартан вместе со своими соратниками Эром Арменгеретян и Араиком Араавакян. Вартан Стопанян был посмертно награжден Орденом Боевого Креста, первой степени и медалью за освобождение Шуши. Похоронен в Яраблуре. Если я погибну при оружии и в чистой одежде, придете на мои похороны и положите мне под голову кинжал, чтобы и на том свете я сражался. Душман Вартан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Назаи Урож. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok